Вот, кстати, момент доверия человеку, который находится сзади. Это очень важно. А я не доверяю. Субтитры делал DimaTorzok Это девушка, которая прикована к инвалидной коляске. С чем вы сталкиваетесь там, в первую очередь, когда вы ходите на улицу? И если назвать именно три основные проблемы. Ну, первое, это, если вы не вышли из дома, это бордюры. Бордюры и тротуар. Потому что, может, бордюра где-то и будет такая небольшая, что ты, в принципе, безопасно можешь на ней с'ехать. Сейчас мы гуляем с вами по кольовой тротуарной плитке, а тротуары у нас там в жахливых ямах. Когда я куда-то по дороге, ну, хожу пешки гуляю, я хожу по дороге. Потому что там нет тротуаров, и там больше-менее ровно. По тротуару неможливо прогуливаться. Лена назвала первую проблему. Это тротуары, дороги и бордюры. Сейчас попробуем на мне проэкспериментировать, насколько это сложно на самом деле. Первое, что сделать, нужно это снять с тормоза. Сейчас. Все как в автомобиле. С ручника сняли и поехали. Но, как говорится, удачи мне. Вот сразу первая яма. Я думаю, у меня это получится. Тротуар такой, что, в принципе, не каждый человек по нему нормально пройдется на своих двух. Но на колесах это напоминает, честно, старую советскую стиральную доску. Вот. Ощущения такие. В принципе, сразу и массаж пятой точки. Вот сейчас будем заезжать на горочку. Оп. Оп. Я бы сказал, тяжело. Не знаю, как лень, но тяжеловато так каждый день проводить такие манипуляции. Сейчас я проехал 100 метров. И хочу сказать, что мне уже, в принципе, тепло. Такие физические нагрузки хорошие. Когда экспериментировал в офисе на линолеуме, на паркете, было намного легче. Наконец-то плитка. И здесь реально легко. Это намного лучше, чем наши тротуары. Я для себя решил, что сейчас я хочу доехать до больницы, поскольку она недалеко здесь находится. И для этого, я так понимаю, мне нужно будет съехать на дорогу, потому что на тротуаре это сделать будет тяжеловато. Ну, давай попробуем. А там будет видно. Я, конечно, понимаю, что многие люди, которые ездят на колясках, они уже знают места, где можно съехать и как удачнее это сделать. Но для меня, человека, который это делает первый раз, на самом деле это будет, наверное, сложно. Потому что я уже столкнулся с тем моментом, что я не знаю, куда мне ехать. Справа здесь плитка, на которую я бы не заехал. Ну, лучше бы я этого не делал. Прямо тротуар, который заканчивается бордюром. Я бы здесь рискнул съехать, но не знаю, сколько это реально, потому что тротуар для меня уже закончился. Вот инстинкт самосохранения уже срабатывает. У меня нога хочет реально встать на пол, потому что это очень веселый аттракцион. Да, я пытаюсь тормозить руками, потому что даже такой склон, он на самом деле невысокий. Я не знаю, это процентов там 10-15. Но это тяжело. Это тяжело. Все. Ровная поверхность придает уверенности, конечно. Мои руки уже немного устали, так как сделать несколько подходов натриться в тренажерном зале. Я думаю, с непривычки завтра мои руки будут очень сильно болеть. Побаиваюсь, чтобы мне не захотелось в туалет, потому что понимаю, что людям, которые на коляске, лучше не хотеть в туалет. Дорога – это хорошо, конечно, но я не понимаю, зачем инвалидам ездить по дорогам. Потому что для них вот есть тротуары рядом, но на которые забраться очень сложно. Я, в принципе, доехал до места назначения, больницы. Но есть одна проблема. Мне, чтобы попасть в больницу, нужно заехать как-то на этот тротуар. Не знаю, сейчас тут еще много машин. Там, в принципе, есть один заезд, но там опять же машины. И там лужа. Я думаю, это не очень приятно, заезжать через лужу. Попытаюсь я где-то в объезд. Так, о, на ровно еще и хорошо. Вот, нам как раз, в принципе, повезло, потому что нашелся водитель. Машина отъехала, и у нас получится заехать здесь. Здесь, но лужа меня, честно, не сильно впечатляет. Ну, а что делать? Ну, удачи! Ну, так сказать, оп, оп, фух. Так, людей нет, тогда попытаемся. Чтобы вы понимали, на секундочку я еду в больницу. Советская плитка, это тоже хорошо. У меня новый квест, это проехать по старой советской плитке. Никогда не понимал, какой в ней прикол. А сейчас понимаю, что это на самом деле очень сложно. Уперлись, уперлись, поехали. Я хочу асфальт. Хочу ровный асфальт в этом городе. Или плитку. Ну, только нормально. Другая проблема, это все-таки сходы, когда мне кудись треба потрапить. И до этих сходов треба еще додать такую штуку, как двери. Они чаще всего вузки, что я в них просто не влезаю везком. Пороги, которые тоже неможливо перескочити. И даже когда ты куда-то заскочила, как у моего АТБ, это очень вузько. Проходу або я, або люди. Одночасно мы не можем пройти. Або иду я, и падает все с прилавков. Я думаю, это будет тяжело. Но... Наберем разгонщик. Хорошо, давай. Опор еще не знаю, но, как бы, в принципе, можно. Но, хотя, ржа, ло. Не такой же большой, в принципе, подъемчик, но это было сложновато. Сейчас мы показали вторую проблему, о которой говорила Лена, это пандусы. Я бы еще попытался заехать в эту больницу, потому что я же не просто приехал покататься здесь по старой плитке, но я бы хотел заехать и сюда. Ага! Я не смогу сюда заехать, потому что здесь бордюра, и сам я этого сделать не смогу. Значит, возвращаемся пока на улицу. Когда есть такие сложности, должна быть кнопочка, на которую, нажав, к людям на инвалидной коляске могут выйти и помочь им добраться в нужное место, в нужную точку. Продолжение темы пандусов. Я захотел попасть в аптеку, чтобы купить аспирин себе. Одна аптека закрыта. Поедем дальше. Аптека номер два. Здесь очень интересный пандус. Я пандусом бы это не назвал, потому что даже, наверное, с коляской сюда неудобно заехать. Есть кнопочка, чтобы вызвать мне помощника, как я понимаю. Но добраться к ней – это нереально, потому что ехать нужно ли через палисадник или под домом. Не понимаю, для кого это делалось. Наверное, как многое в нашей стране об Эбуло. Едем к аптеке. Я должен выполнить свою задачу – купить аспирин. при всем желании. Я скажу так, я даже пробовать это делать. Ну, давай. Коля попросил. Ого! Я мог только что упасть. Нет. Будем вызывать. Такс. А что это? Кнопочка? Ага. Она просто заклеена. То есть, купить аспирину у меня не получится. Нужно просто кого-то просить, стоять возле аптеки, для того, чтобы или позвали для тебя фармацевта, или купили для тебя лекарства, которые тебе нужны. Ну, третий, мабуть, очень большой, это отношение людей. Реакция людей на меня, на меня в общественном, на помощь, которую мне нужно дать. Або когда я кому-то могу дать помощь, люди думают, что ты без освяти, ты без денег, ты сидишь дома, плачешь, и ты не можешь быть интересным другом, например. Ну, у меня, слава богу, такого не было, но, на жаль, таке бывает. Мужчина, а можно вас попросить о спринт купить? Думаю, 10 гривен хватит, да? Ну, откликнули с первого раза. Очень хороший мужчина нам попался, потому что, в принципе, я понимаю, он для меня купил, а потом пошел покупать себе. Давайте. Только я не буду ехать на дорогу, у нас это получится. Нам нужно это сделать наоборот, в спину. Да, да, да. Только не спешите, не спешите. Да. Приготовились? Да. Поехали. Спасибо. Спасибо большое, женщина. Да. Второй человек, который согласился нам помочь, на самом деле очень хорошо, что есть такие люди, которые отзываются. Вот женщина сама подошла и спустила меня с этой бордюры, потому что сам бы этого я сделать не смог. Сейчас мы провели третий эксперимент. Это то, как люди относятся к инвалидам, к людям, которые на инвалидных колясках. Для меня это было сложно, потому что нужно обращаться к кому-то, кого-то отвлекать от своих дел, для того, чтобы помочь мне спуститься с бордюры, купить в аптеке мне аспирин и так далее. Если бы было все хорошо, были бы пандусы, были бы кнопки, которые работают в аптеках, я бы это мог бы делать сам. Но приходится в наших реалиях сейчас тревожить людей для того, чтобы тебе помогли. Это был проект «Спробуй, как я». Оставайтесь с «Эксперт КР», ставьте лайки, делайте репосты, делитесь этим видео, потому что я считаю, что это важно для многих из нас. Но эксперимент удался, можно вставать. Фух. Сложная штука на самом деле. Жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова